Этот вертолет МЧС смещает до 18 человек, но сейчас внутри не больше 10. Летчики-наблюдатели в воздух поднимаются совместно со спасателями. При первом подъеме высота небольшая, открывается дверь, выбрасывается специальный трос, и мужчины в яркой оранжевой спецодежде начинают быстро спускаться вниз. В случае лесного пожара, экстренной реальной ситуации, именно скорость и слаженность действий всей команды станут решающими факторами. С 19 по 22 марта проходит на базе Мозорского авиаделения ежегодная подготовка десантников пожарных, ГАСО, Авиации, МЧС. Здесь находятся десантники пожарные, десантно-пожарная служба Пинского и Мозорского авиаделений, которые являются наиболее горимыми в нашей республике, где находится десантно-пожарная служба, которая выполняет полеты по тушению лесных пожаров. Тушение лесных пожаров авиационной техникой считается самым сложным видом полетного задания. Такие тренировки накануне горячего лета спасатели проводят регулярно. Количество воздушных рейсов в сезон за последние годы увеличилось. О себе дают знать засушливые погодные периоды и высокие классы пожарной опасности. Полеты начинаются с третьего класса пожарной опасности и уже до выпадения осадков. Но так как осадков в последние годы мало, то уже регулярно летаем. За прошлый год налет составил 536 часов. То есть это достаточно большое количество налета. И также мы выполняем работы по охране радиационного заповедника. За действиями десантников-пожарных следит Николай Тихонов, один из опытнейших специалистов в нашей стране. Спасению людей отдал больше 25 лет. На его счету сотни пожаров и еще больше экстремальных спусков с вертолетов. Николай Григорьевич рассказывает, любой вылет на место ЧП сопряжен с опасностью. А значит, воздушный десант всегда должен быть в максимальной боевой готовности. До автоматизма действия отрабатываются именно во время таких учений. Что сюда уходит? Они должны уложить сами шнури в самораспускающуюся бухту, заправить тормозные блоки, ну и, соответственно, выполнить программу спусков. Программа заключается в 5 спусков должны сделать. Первый ознакомительный спуск высота 10 метров, второй 20, потом 30, 40 и пятый спуск на лес. При пятом спуске десантники пожарные должны не просто удачно приземлиться, но еще и потушить условное возгорание леса. С основной задачей учений добиться слаженности экипажей в воздухе и расчетов, которые тушат лесные пожары на земле, справились. К слову, под контролем Мозорского авиаотделения находится лесной фонд и экосистемы всей Гомельской области. Уже этим летом планируется провести тестирование разработки Национальной академии наук нового беспилотного летательного комплекса. Современная техника поможет успешно бороться с природными катаклизмами. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, Телеканал Мозорь.